У предпринимателя Жанны Кадыровой свой ресторан, который не подключен к центральной канализации. Но есть септик, герметичный резервуар, куда попадают стоки для последующей переработки и отвода. Этот самый септик нужно освобождать, и тогда бизнес-леди прибегают к услугам осенизаторских машин, которые занимаются транспортировкой стоков потребителя от септика до городской сливной станции. Только вот платит Жанна не только владельцу осенизатора за транспортировку, но и акционерному обществу Акбулак. И уже непонятно, за какую услугу. Я не взяла с собой последние квитанции. Порядка 90 тысяч тенге – это только услуги Акбулака, и плюс еще за канализацию отдельно оплаты. У нас заключен договор с машиной, которую у нас вывозят. То есть мы там отдельно оплачиваем согласно договору. По словам вице-президента департамента сбыта Акбулак Тимура Бонабаева, городская сливная станция, куда сбрасываются все коммунальные, бытовые и промышленные источные воды, очищаются Акбулаком, за что и выставляли счета. В данном случае он уже знает, потому что ему уже выставляют счета. Ему говорят, плати за канализационные сбросы. Он говорит, почему я должен вам платить? Я плачу тому, кто ее вывозит. Я же этому плачу. Я же сбрасываю в свой септик. А Акбулак так говорит. Вот он откачивает воду с твоего септика и сливает его в канализационные сети, которые принадлежат Акбулаку. То есть мы в данном случае, говорит, производим обработку этих же отходов. Понимаете? Тут как бы ситуации вроде вопрос решен сам по себе, да. Но предприниматель все равно остался недоволен и говорит, туда плачу в Акбулак, потом еще и этому плачу за откачку этих канализационных отходов. Предприниматели задались вопросом, как устанавливались цены и тарифы за услуги водоотведения. Как объяснил замруководитель Департамента комитета по регулированию естественных монополий Нурлан Булатбаев, акционерное общество Акбулак выставляло квитанции согласно методике расчета объемов предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ. При отсутствии КНС, естественно, Акбулак у предпринимателей берет по показаниям прибор учета горячей и холодной воды. Это является законным, потому что согласно правилам пользования водоотведения и методике расчета, здесь в случае законодательства, эти все нечисти, они все равно сливаются в сети и очищаются Акбулаком. Сети Акбулак в дальнейшем для очистки его и химической обработки, для оказания услуги. Поэтому все, что выставляется счетам, это предусмотрено действием законодательством. Согласно методике определения объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, сумма начислений напрямую зависит от того, сколько воды было употреблено и, соответственно, слито в септик, а затем доставлено на сливную станцию. Как известно, с недавнего времени акционерное общество Акбулак выставляют счета не только предприниматели, но и владельцам ассенизаторских машин, тем самым взимая двойную оплату. Эмирата Утенова, Мирлана Манжолов, программа «Факт».